Сейчас я быстро собираюсь, а конкретно крашусь, и нужно срочно выбегать, сделать две вещи, перед тем, как я попаду на встречу. Встреча у меня в 16.30, приблизительно плюс-минус несколько минут, а сейчас без 10.16. Вчера было холодно 10 градусов, сегодня жарно. На месте. Ну и все, ключики у нас, мы уже сходили на квартиру, проверили ее, посмотрели, оценили, что и как. Более-менее чистую квартиру оставляют, и даже с некоторой мебелью, кстати, машинку и холодильник нам тоже оставляет хозяйка, потому что покупать это все новое у нас нет уже финансов. И да, теперь осталось дело за малым, завтра поеду, договорюсь за мебель, когда ее привезут, что и как, заплачу остальные деньги за мебель. Ну и, соответственно, завтра же и буду переносить постепенно вещи, о, это будет еще то занятие. Также нужно будет здесь от чего-то избавляться, что нам не нужно, потихоньку все собирать, мыть. И там, соответственно, тоже нужно будет потихоньку все мыть и расставлять по местам. И да, нужно переносить вещи, которые не столь важны для нас сейчас, потому что мы еще несколько дней будем, конечно же, здесь. Потому что там, в принципе, можно уже ночевать, там тепло, все, но нет мебели, а мебель привезут, наверное, крайний срок, аж в субботу. Зашли в хмельник, взяли пивко, сейчас будем, конечно же, обмывать, без этого никак. Да, еще такая фишка, мы, когда договаривались на сегодня поехать в банк и закрыть уже окончательно сделку, то вот этот посредник, кадр просто. Когда мой молодой человек ему позвонил, он просто такой, а у меня не получается на среду, да всем насрать, нам хочется как можно быстрее уже это все оформить, сделать, уже переехать. А этот чмо, блин, не может, видите ли, да всем вообще пофигу, абсолютно, что ты там можешь, не можешь, ты брался за это дело, ты должен был как-то располагать своим временем, правильно? Договорились с хозяевами просто, что этот посредник и нафиг там не нужен, и если они могут, то хотелось бы на среду уже именно конкретно все это сделать. И хозяева согласились вполне, потому что людям, соответственно, нужно это. А тут чмо получила уже, наверное, свои деньги, и сидит там, ему нафиг ничего не нужно уже. Короче, вот такое вот отношение, и прежде чем нанимать посредников каких-нибудь, задумайтесь просто, велика ли возможность того, что вас это как-то убережет от каких-то потерь, от каких-то дел и от всего остального. Тем более, что когда вы продаете квартиру, вы практически ничем не занимаетесь абсолютно. Занимаются всем покупатели, и вам ничего не нужно. Если у вас уже документы на руках, а у хозяев уже были они на руках, то вам ничего не нужно. И посредники такие вот хвостатые не нужны. Следующее в ролике вы могли увидеть то, как мы переезжали, то, как я здесь все обустраивала. Но этого не будет, потому что много задавали вопросов. Короче, всем хочется подробностей о жилье. Я решила вместо влоговых кадров рассказать здесь и сейчас, поставить точку уже в этих вопросах. Я честно не ожидала вообще. Я думала, что за меня порадуются люди, да, что где-то поддержат. Но, как обычно, все начали обсуждать, какая я плохая. Даже те, от кого я не ожидала. Я увидела комментарии, которые просто меня повергли в шок. Знаете, я тоже могу оскорбить и довольно-таки неплохо. Поэтому давайте будем корректными. Я не собираюсь выслушивать это дерьмо, которое вы мне пишите из влога-влог о покупке жилья. Я, кстати, ни разу не заикнулась ни в одном видео, что квартиру купила я за свои деньги. Я считаю, уточнение, кто именно конкретно купил квартиру, вообще не имеет никакого значения. Крайне мере для меня. А раз канал мой, значит, на моем канале это и не имеет значения. Просто попридержите свой язык и свои выводы скоропостижные, которые вы там сделали, не зная ни хрена. По поводу, где находится квартира. Квартира находится в том же районе, в котором я жила. Это юго-западный район города Воронеж. Опять же, предвещаю комментарии и вопросы, почему именно этот район. Почему не центр? Я не хочу жить в центре. В центре очень шумно, не загазовано, но дышать нечем, потому что там сплошные везде дороги. Если жить где-то глубже, во дворах, то это зачастую далеко от каких-то остановок, от каких-то магазинов. Расположение дома, которое выбрали мы, оно и не возле дороги, и вроде бы возле нее. И здесь остановка рядом, и куча магазинов, и рыночек маленький. Короче, я недалеко переехала от парка Танаис. Здесь есть все, и этот район нас устраивает. Да, по поводу того, что я не хочу говорить, где находится конкретно моя квартира, по-моему, ну это логично. Мне и так хватает пишущих мне дураков и дурочек, которые, блин, вечно желают мне смерти или еще похуже. Что хуже смерти? Кто-то скажет злая. Да, злая, потому что, блин, вы некорректные, вы некультурные. Как так можно изъясняться? Вы долбали такие комментарии, которые вечно недовольны мной. А когда бы вы будете довольны? Вот мне интересно, что сделать нужно такого, чтобы вы были довольны? Почему я должна просто всем нравиться? Я не понимаю. Почему я должна делать то, что хотите вы? Почему я должна делать то, что кому-то нужно и хочется? Кто-то что-то от меня ожидает. Я не пойму, что просто вы ждете? Те, кто пишут именно вот такие комментарии. Что вы ждете? Что вы хотите? Раз я такая плохая для вас, раз я такая сосалка, я не знаю, там, давалка, вырываете мои слова из контекста, зачем тогда вообще находиться на моем канале? Просто для вот этого срача банк, просто банк. Вечно недовольные мной люди. Вы когда-нибудь бываете довольны? Мне кажется, такие люди никогда не бывают довольными. Многие мне пишут, ой, да что ты придумала? У всех вот все нормально, а у тебя, блин, вечно все ненормально. Вечно у тебя тот плохой, это плохая, тут не так, это не так, как приехала в Россию, всех решила обосрать. Люди дорогие, вы учитесь жить, учитесь нормально изъясняться, учитесь работать добросовестно, учитесь быть нормальными людьми. Тогда и не будет никаких таких от меня и от всех остальных никакого недовольства. Просто никто не задумывается, что, блин, я, я такой скупердяй, я такой барыга, я такой конь-педальный, блин. Я так мешаю людям, я их торможу, стопорю, и я не хочу ни хрена делать. Никто, ни один просто не признал это. А вот сидеть, говорить, какая Полина плохая, вот первый. Также был вопрос, какой дом? Дом старый, это не новостройка, потому что на новостройку нужно очень много денег. Неважно, в ипотеку, не в ипотеку. В новостройках квартиры стоят, начиная от 2 миллионов. Те, которые дешевле, это дома, которые еще не построились. Я этот рынок весь изучила, я это все знаю, поэтому мы не собираемся ждать 10 лет, пока построится дом, и пока нам квартира обойдется в полтора миллиона, и в новостройке, у-у-у-у, круто. Нам нужно здесь и сейчас, потому что нам нужна прописка, нам нужно как-то жить. Мы не хотим дальше покупать никакую регистрацию, никакие прописки. Нам нужно свое жилье, конкретно. Мы задались этой целью, мы это воплотили в жизнь. Дом старый, какие-то хрущевки и все в таком духе. Я в этом не разбираюсь, поэтому дом старый. Со старым подъездом, со старыми квартирами, старого образца, как вы могли заметить. Меня это вполне устраивает. Это то, на что сейчас хватает наших каких-то возможностей. Я понимаю, многие блогеры там покупают супер-пупер квартиры, и все это обустраивают по фэшн. Я не такой блогер. Вам нужен такой? Туда. Вам туда. Стоимость квартиры. Стоимость квартиры я не считаю вообще нужным обсуждать. Я не знаю, почему всех заботит эта цифра, чтобы подсчитать наш бюджет, подсчитать, сколько зарабатывает мой молодой человек, как мне уже написали, что вот, как же круто! У тебя, наверное, пацик зарабатывает дофига, насосало, и все в таком духе. Даже вы насосаны своей мамой, ну, если так разобраться. Люди, окститесь! Какого хрена вообще считаете чужие деньги? Я рассчитывала, ну, как минимум, на поддержку, на понимание какое-то, да, где-то в каких-то моих трудностях. И даже то, что я обсуждаю одного и того же чувака 350 раз, это не значит, что мне нужно писать, хватит о нем говорить. Да я сама решу, когда мне хватит. Понятно? Потому что все оформление квартиры заключалось именно на этом чуваке, поэтому я о нем и говорю, логично. Ну, а если кому-то не нравится, то вам прямая дорога, опять же, вот туда. И не нужно мне писать, с таким отношением у тебя не будет никаких подписчиков и никого не будет, да и хрен с ним. Будет та аудитория, которой нравлюсь я, и то, что я говорю. Только те будут, которые разделяют мое мнение, а не те шавки, которые вякают и якобы знают больше, чем все остальные. Знаете, я таких насмотрелась, вон, недавно при оформлении, поэтому стопэ. Мне таких на канале не нужно. Просто я по-нормальному, а ко мне относятся как к дерьму. Нет уж, спасибо, такого у меня на канале не будет. И опять же, на кого оформлена квартира? Я вообще не понимаю, какой смысл в этом. Что вы хотите для себя подчеркнуть? Ну, хорошо, даже если оформлено на молодого человека, это логично, потому что я не работаю. Ипотеку мне никто не даст. Задавал бы этот вопрос человек, который вот только буквально зашел ко мне на канал, я бы не удивилась. Но этот вопрос задавал человек, который изо дня в день смотрит мои ролики, и человек, который комментарии оставляет под каждым роликом. Может быть, информация вам и не нужна для того, чтобы меня где-то уколоть, где-то упрекнуть. Но зачем тогда она нужна, я не понимаю. И по поводу, кстати, в браке, не в браке, еще от одного человека, я просто не ожидала такой вот насмешки, типа, ну, молодой человек же купил для себя и только для себя. Серьезно? Все у нас сейчас живут в браке и покупают совместное имущество и приобретают какие-то вещи? Все? Что вы мне голову морочите? Или вы хотите просто меня в чем-то уличить? Я обычный человек, который делится своим жизненным опытом. Я не просто показываю, вот, смотрите, квартира, вот, смотрите, диван. Я рассказываю в основном о своем опыте. Опять же про то оформление документов, опять же про отношение людей к какому-то делу. А меня постоянно просто хотят в чем-то уличить. Я этого не понимаю и не пойму и не хочу даже понимать. Хорошо, даже если молодой человек купил квартиру для себя. Это так и есть, он купил ее для себя, не для тебя, для себя. А я его девушка, я живу с ним. Ну, расстанемся мы, и что дальше? И последний вопрос, насколько ипотека? Слушайте, я ни разу не видела ни одного блогера, который озвучивал цифры своего жилья. Тем более, приобретала, как вы знаете, не я. Что я вам могу рассказать? Я же ни хрена не знаю, я же ничего не имею, по вашему мнению. Все же чужое. Поэтому зачем такие вопросы? Могу сказать одно. Расписана ипотека у нас на очень долгое время. И это время мы будем сокращать, когда будем гасить ипотеку раньше времени. Есть возможность гасить ипотеку, сокращать либо срок, либо оплату. Допустим, в месяц мы платим ипотеку 15 тысяч, то, соответственно, если мы гасим ее больше, 30-50 мы заплатили в месяц, значит у нас сокращается срок. Мы, допустим, хотим сократить срок. Будем платить каждый месяц ту же сумму, к примеру, 15 тысяч, но уже меньшее количество времени. Также можно гасить большим количеством денег в месяц и сокращать не срок, а выплаты. Допустим, вы оставляете тот же срок, к примеру, 8 лет, но выплаты у вас уже будут не по 15 тысяч в месяц, а по 10. Я надеюсь, объяснила все понятно. Почему я не хочу углубляться сколько, что, где, как? Потому что многие начинают считать бюджет, многие начинают лезть в карман. Не нужно лезть в душу, под кожу. Я никому не лезу, я делюсь своим опытом и хочу предостеречь где-то в чем-то. Но многие почему-то трактуют это неправильно, абсолютно неправильно. То я ною, то я еще что-то. Мне все видители обязаны, где, в каком ролике я сказала, что мне кто-то в чем-то и где-то обязан. Если тебе, скотина, заплатили деньги, будь добр, выполняй свою работу. Если ты не выполняешь свою работу, иди нахрен. Я лично считаю так. Если кто-то со мной не согласен, то значит вы работаете именно так же, как работает тот хрен, о котором я говорила. Честно, не ожидала. Вот просто не ожидала того, что увидела в комментариях под роликами о переезде, о покупке квартиры. Я была просто в шоке и огорчена. Нужно быть вежливыми. Вы все люди. Люди. Вы знаете определение этого слова? Погуглите. Ну и, конечно, хочу сказать спасибо тем двум людям, которые поддержали меня. Понимаете, вот просто без всякого. Просто поддержали. Потому что для меня это был такой переломный момент. Неважно, кто покупал, где, что. Это перемена в моей жизни. И не нужно акцентировать внимание на том, как досталось, что досталось, почему. Я нигде ни разу не крикнула и не ударила себя в грудь. Не сказала, что я купила. Я. Просто зацикливаться на таких мелочах, блин, это так мелочно, мерзото просто. Просто теперь, когда мы даже по телефону созваниваемся с молодым человеком, когда кто-то из нас говорит, да я вот там домой иду. Понимаете, просто уже ловишь себя на мысли, что домой это не домой на съемное жилье, а именно домой. Это прям душу греет просто. Когда вот даже в выходные дни мы лежали, отдыхали, просто отдыхали, валялись, обсуждали какие-то моменты, мечтали о чем-то, какие-то планы строили. Ну, большие, но планы. Ты лежишь и ты понимаешь, что, блин, ты у себя дома. Это круто. Вот просто само ощущение. Настолько круто, что, блин, я каждому желаю в жизни, чтобы у вас все наладилось, если пока все нестабильно, чтобы за вас порадовались. Действительно нашлись люди, которые порадовались. В такие моменты действительно хочется не одобрения от кого-то, а просто тепла душевного и душевной поддержки. Никаких-то советов, которые ну нафиг никому не нужны. Я про советы уже много раз говорила, что не всегда они уместны и не всегда они нужны. Просто поддержка. Я не знаю, почему некоторые пуканы рвут. Чего они у вас рвутся-то?